Всем привет! Я Виктор Фагот. Сегодня у нас взлом гримёрки в Лакипабе. Её оккупировали группу Атропа Неврут из города Саратова. Взламываем! Привет, ребята! Вот тупить-то не надо, бля. Такие все серьёзные. Вы подустали, да? Ваши тропы сюда привели нас в Балакова у вас? Это имидж. А, имидж быть серьёзным? Да, да. Это круто. Мы просто смеёмся редко, но метко. У нас, например, скрипачка может запросто концерт сорвать, если ей шутечку рассказывать. Во время концерта. Да, во время концерта и всё. Нам в Балаково в прошлом году здесь цветов надавали. Да, кстати, да, дарили цветы. Блокипаб. Да. Кто эти люди? Которые носят в Блокипаб цветы. Прикольно. Ваши тропы ведут редко в Балаково. Опять же, 10 января, по-моему, прошлого года вы выступали. Да, раз в год. А, раз в год. А я думал, это просто вы не знаете, где находится город Балаково, поэтому сюда редко приезжайте. Ну, нет. Потому что некоторые в Саратове не знают, где находится город Балаково, что это вообще Саратово. Это приезжие. А, это не местные. Созимых там. Слышится на певной озинке, в сокровенном шёпоте берёз. Паш, тебя в озинке не пустят, как бы. Что нам теперь? Концерт отменять, что ли? Продолжайте, не ограничивайте себя. Вот вы бы пошли на концерт, группы тропы не врут? Конечно. Я ж тут игра. Нет, как слушатели. Ну, почему прибыль? Кстати, алкоголь или нет, не пьёте, да? Нет. Перед концертом нет. Да, Паш. Да, Паш. Он молодёжный месяц во мне. Алкогольцы прятали. Весь в Паше. У нас просто были прецеденты. Если там кто-то употребляет, то… Вы осуждаетесь? Очень, очень осуждаюсь. Да, правильно. Мы смотрим на него осуждающей всей группой. А всё-таки гримерка – это что? Это место, где находится группа, там, медитирует, отдыхает, пьёт? Гримерка и гримерки – рознь, на самом деле. Иногда это просто второй этаж какого-то там заведения, какого-то там в цеху, где можно просто там повесить куртку, а потом, ну, то есть спускаешься в зал. Или вот как здесь. Здесь комфортно. Тем более, когда приезжаешь рано, то есть тут можно даже там посидеть, поспать можно там. Всё-таки реклама гримерки «Локим Паба». Не, ну, это на самом деле, ну, не каждый, далеко вообще не каждый клуб может похвалиться вообще гримеркой. Давайте уж положим руку на сердце. Я был в городе Саратове, в одном… Я не буду называть это заведение, и я когда пришёл, говорю, а где у вас гримерка? Они такие, а у нас нет гримерки. Я говорю, ну, давайте тогда я буду переодеваться на сцене. Что возьми, техрайдер или бытовой райдер? То есть, например, если мы там приехали, круто отыгрались с офигенным звуком, но нас там не покормили в заведении, то это как бы не оставит какого-то такого глобального ощущения недовольства, как если бы, ну, наоборот. Как вы считаете, если зрителю не понравится ваш концерт, но вы там на сцене старались, отрабатывали, можете ли вы сказать, что это ваши ожидания и ваши проблемы? Опять же, смотря, чего не понравилось. То есть, если человек идёт на наш концерт, то есть он, ну, знает, что он хочет услышать. То есть, если он, например, идёт и думает, сейчас мне тут споют там «Белые розы» или там, наоборот, вот, то тогда это, да, его проблема, что он пришёл, ну, как бы, на группу как бы со своими какими-то неадекватными ажилами. Надо приходить подготовленным. Ну, если да, если мы вот какие-то, как-то отыграли совсем ложово, ну, такого не было, конечно. Это естественно. Тогда, конечно, часть вины можно взять на себя. Кавера убивают творчество? Ориентация на публику, если, например, люди идут зарабатывать деньги, они играют в кавера, и люди на них пришли в гораздо большем, положа руку на сердце, в гораздо большем количестве, чем ходят на авторскую музыку, ну, скажем так, не особо распиаренных команд. Вот. Ну, это, как бы, я считаю, что оно не убивает творчество. Это вот... Ну, есть такая профессия лабух. Нет, стоп. Если бы не было каверов, и, допустим, они были бы зашкварны конкретно, никто бы их не играл, и все играли бы только свое творчество. Больше бы людей ходило на концерты все-таки. Ну, что-то не факт. Не знаю, да. Вот я могу отдельно сказать, вот именно как музыкант-инструменталист, то есть когда ты играешь кавера, то есть ты заодно играешь в разных стилях, например, ты можешь что-то взять оттуда в свое творчество. Да, это вот одна сторона. А когда ты играешь в авторском коллективе, все придумываешь сам, и вот это может иметь такую взаимопользу. У вас есть строки. Сейчас я постараюсь их процитировать, прочитать. С определенного ракурса при детальном подходе этот город нуждается в летальном исходе. Это про Саратов? Ну, я думаю, это вообще в целом про любой город. Скажем так, эта песня, ну, если коротко, о легализации смертной казни. Угу. Поешь? Нет. Вообще? Вообще. А, ты не пьешь? Вообще вот такая история. Павел. Подожди, тогда тебе вопрос. Тут никто не пьет. Ты один, что ли? Или ты как-то ищешь соратников? Да нет, мне одному хорошо. Хорошо. А вообще, кто-нибудь из вас поет пьяный в караоке? Я пою. Весь трэш от Павла сегодня. Что поем? Ой, отпусти и забудь из холодного сердца. Какой рингтон на телефоне у тебя? Стандартный. Ну да, на иконе, которая стандартная. Ты Миртл Комбат сейчас напел. Отпусти и забудь. Холодное сердце. Да. У меня была одна. Вот смотрите. Опа. Что, нам переписку подачу? Дмитрий. Группа Thermaids. Пауэр-песня. Называется Пауэр. Нам будет наслушать. Thermaids классная группа. Ну все, ребят, спасибо. Вам удачного концерта. Спасибо вам. Павел, не грусти. Ари, выходи отсюда. До свидания. Давай, выходи. Уже, ребят, выступать мешаешь. Давай, давай, давай. Все, все, все. Потом, потом, потом. Все, завтра. Спасибо, Витя. Стандарт встал, да? Нет, недавно.